С вами Азбука Инвестора, я Николай Корженевский. Здравствуйте. Тема этой программы – эмоции, страх. Страх – это почти всегда боязнь неизвестного. В торговле такое же обилие страха, как и в жизни. При этом страх при работе на фондовом рынке так или иначе пересекается с различными опасениями в реальной жизни трейдера. На рынке никому не нравится терять деньги. И страх потери части депозита, прибыли или времени сокрушил множество счетов. Неотъемлемая часть торговли, риск так или иначе связан с эмоциями. Наиболее сильной эмоцией для трейдера является страх. Это ощущение можно подразделить на несколько групп. Страх потери части депозита – это самый распространенный страх на рынке. Он связан с подсознательным стремлением трейдера завершить сделку с плюсом и не потерять ни копейки. Пока сделка не закрыта, страх присутствует. Когда сделка завершена, то он исчезает, потому что наступает то событие, которого опасался трейдер, а именно закрытие убыточной позиции. Страх потери части прибыли. Данный страх реализуется следующим образом. Например, трейдер, играющий вверх, старается закрыть позицию по максимально возможной цене. Часто такой страх приводит к повторному заходу в рынок, как правило, уже убыточному. Страх потери времени. В этом случае на трейдера постоянно давит осознание того, сколько времени было потрачено на зарабатывание самого торгового депозита в реальной жизни. Да и восстановление счета после ошибок занимает немало, и осознание этого факта не дает трейдеру принимать решение хладнокровно. Страх упущенной возможности – это самый сложный и труднопреодолимый страх. Он часто возникает у азартных игроков, которые стремятся заработать все деньги рынка. Данный страх вызывает неприятные эмоции в ожидании того, что принятое торговое решение не принесет должного эффекта, то есть сказочной прибыли. В целом, страх так или иначе связан со временем и с денежными средствами, затраченными трейдерам на свою торговую работу. Наш эксперт Андрей Сапунов – инвестиционный консультант инвестиционной компании «Финан». Андрей, а дайте определение страха на рынке. Страх – это желание чего-либо избежать, как на рынке, так и в жизни. Так что здесь различий нет. А как избавиться от страха? Нужно отречься от прогнозирования, отречься от мысли о будущем. В этом случае можно освободиться от страха. Но и в этом же случае необходимо освободиться и от радости, от предвкушения чего-то хорошего или приятного. Без эмоциональной торговли стоит жить только здесь и сейчас. Ощущать только данное мгновение. Тогда не будет у нас ни истинного страха, ни истинной радости. Ну и совсем забыл сказать, что рынок благоволит таким безэмоциональным трейдерам и рано или поздно вознаграждает их крупными ценовыми движениями в их сторону. Два-три таких движения можно идти в кассу, снимать прибыль. Вот тут-то и начинается реальная радость. Радость под звуки кассового аппарата. А почему вредно и неэффективно торговать, испытывая страх? Но когда человек во власти страх, его психические структуры разрушаются. Мышление работает отвратительно, мозг выдает реакции самые нежелательные, можно сказать, нечеловеческие. Вот пример решения на страхе. Куплены акции в конце мая 2008 года, можно сказать, на пике. Идет кризис, трейдер накапливает убыток, у него уже минус 80 по счету. В октябре он принимает решение, что ему страшно потерять весь свой депозит полностью. Он закрывает позицию, а пока что в октябре 2008 года мы увидели самое последнее дно рынка. Андрей, а каким образом можно не думать о страхе? Очень просто. Когда вы начинаете сделку, у вас уже должен быть план Б. Если что-то пойдет не так, то есть вы должны знать, где покинете рынок, если ваш расчет окажется неверным. Так вот, перед тем, как вы входите в рынок, нужно просто сразу себя настроить на поражение, как будто вы уже вышли с убытком. В этом случае страха уже не будет, потому что вы мысленно пережили это чувство предстоящего поражения. Зато какова будет ваша радость, если вы ошиблись и рынок соблаговарил посетить ваш тейк-профит? Это, знаете ли, как говорят, чтобы сделать человека счастливым, у него надо забрать что-то, что у него было, а потом просто вернуть. А существуют ли и бесстрашные трейдеры? Да, это трейдеры, которые используют системный подход. У них одна эмоция – вера в мат ожидания своей системы. Андрей, характеризуйте, пожалуйста, наиболее распространенный с вашей точки зрения страх. Ну, я бы назвал страх признания ошибки перед самим собой. То есть, как бы признаться себе, что вы совершили ошибку – это самое трудное, что может с точки зрения психологии сделать человек. И вот отсюда как раз начинается и череда потерь, и череда убытков, которые приводят к попаданию счета в финансовый некролог. Вот сам страх признаться, что вы сделали что-то не так, нежели чем свалить это все на какие-то там разумные более-менее причины, найти эти причины. Вот именно победа над этим страхом, над признанием, что вы действительно совершили ошибку, вы не правы, и быстро эту ошибку устранить. Вот этот страх, он фактически большинством трейдерам непобедим, и поэтому у нас есть такая доходность на рынке. Существует два источника формирования страха. Первый – это неизвестность. Сюда можно отнести страх, обнулить свой счет. Другой источник страха – социальная индукция. Трейдеры, как и люди в целом, подвержены влиянию стадного чувства. Один за другим игроки открывают позиции по более и более высоким ценам, просто потому что боятся остаться белой вороной в то время, как все покупают. С вами был Николай Крженевский, спонсор показа – ЗАО «Инвестиционная компания Финам», входящая в состав холдинга «Финам». Успешных вам инвестиций! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова